всем привет процесс оказался намного быстрее и приятнее чем я подумала грязи не так много вот всего лишь остаточки чуть помад где-то там и от скотч штучками все я почему-то думал что будет намного грязнее процесс саму лопатку и пинцет легко отмыла 1 ватный диск и немножечко средства для снятия макияжа и так давайте смотреть по результату вот такая вот наливная помада мне получилось она чуть чуть темнее она как раз того оттенка который вот у меня в круглой палетки закончился одним из первых такой вот сливу не знаю так чуть темнее чем пыльная розы какой-то фиолетово-розоватый очень красивый я реально такой оттенок люблю я думала получится что-то немножечко другое хорошо что красных помад я немножечко добавила и так выглядит все таким образом конечно для первого раза есть это нормально но так нужно было серьезнее перемешивать помаду чтобы она вообще получилось равномерной но я очень-очень рада этому результату теперь я буду эту палетку в скобочку палетку я теперь я буду брать из собой и вообще потому что универсальный оттенок можно даже будет как-то знаете пальцем нанести когда-то по блескам ну в общем мой продукт что хочу то и делаю скажем так это для умников ответ но теперь можно реально брать кисточку футляре и пользоваться этой помадой на регулярной основе красивая я не думаю что за декабрь я ее закончу но вряд ли я наверное буду пользоваться каждый день одной и той же помадой тем более у меня еще блеск есть но там кто знает не знаю не могу сказать у меня даже теперь сожаление появилась потому что очень много помад я просто выбросила из-за того что мне не подходил оттенок ох перед своим большим project пеном я делала серьезную глобальную зачистку лучше бы я бы смешивала помады ну хотя бы игралась и выбрасывала то у меня просто не подходит оттенок мне вообще никак не нравится и я избавлялась но да ладно что грустить о том чего уже давно нет справа в палетке как вы видите осталось немножечко помад я эти помады естественно до использую тут наверное на один или два раза вот этих вот остатков я их просто смешаю уже не буду знаете там пять кисточек использовать вот одну возьму на мешаю на нее буду их тот и тот оттенок залазить на губах там опять залазить в общем буду вот таким образом до использовать палеточку от катрис и как вы видите в этой палетке давайте поближе к этой теперь и до палетку от катрис я не буду вносить пустышки ноября я его пустышки декабря засуну и так сказать уже и отчет 6 до нового года закрою и и и как бы покажу и в общем не буду сейчас выбрасывать она много места хоть и занимает но настолько было на моем косметическом столе что это можно и простить итак давайте снизу вверх и слева направо светлый оттенок я не стала добавлять хотя тут его немного можно было добавить он бы разбавил но я его использую тут немножечко я влезла темным оттенком кисточки случайно в эту помаду и его использую дома вместо бальзама для губ днем второй и третий оттенок как вы видите я выковырнула и использовала для смешивания но тут опять же остался продукт который я тоже соберу кисточкой я пустошу рефилом так выше подходим как вы видите в красная но она не красная на какая-то морковная и не розовая не оранжевая как непонятный оттенок ковырнула немножечко помадки добавила свой любимый оттенок тоже такой лиловый но светлый оставила так выше в первом оттенке ковырнула 2 оставил потому что он красноватый нормальный и вот такой вот фуксий цвет все-таки я решила тоже выкорыть не очень ими не очень я таким вот подтоном люблю пользоваться кстати почему-то намного все ярче показывается чем на самом деле так следующий ряд и следующий поздно сразу два тут я ничего не ковыряла тут все оттенки ну кроме вот крайнего справ правом верхнем углу фиолетового не не знаю я еще и сильно так не пользовалась а так все мне нравится все в принципе подходят я не могу сказать что эта палетка универсальная лучше но она достаточно хорошая учитывая стоимость конечно же отличная она не растекается не заплывает за контур ну конечно она может заплыть если нанести очень много есть продукты более качественные так сказать но более плохого качества в общем я рада что такой вот смелый шаг я сделала попробовала себя в роли такого экспериментатора и в то же время избавила себя от нож и с палеткой катрис действительно уже я это нужно было сделать еще давно не откладывать на лето вот это вот все чтоб полежала ну вот слишком она и темные нужны и темные глаза окрасить вот очень много под нее нужно подстраиваться под эту палетку и карандаши подбирать и все вот очень тяжело не хочу не хочу поэтому пусть попробую вот так палетка от divash у меня закончилась точнее пудры если что я могу также это воду выбросите все вот такой вот у меня результат сейчас теперь начну искать замены продукта